Доброго здоровья, уважаемые посетители канала! Ну что, я, наверное, закругляю тему о вечных ценностях, о пути человека, зачем ему жизнь дана, даётся жизнь, что он там должен сделать, и так далее, и так далее. И, как бы сказать, мы подведём вот это всё, в этой беседе всё, так сказать, закруглим, подведём и закончим, потому что знание даётся, царство небесное, сила и берётся. Ну ладно, и так, почитаем. Вот фишка, как-то так написано, написала следующее на все эти мои беседы. Петрович, спасибо за беседу, это очень интересная тема. Я бы сказал, не столько она интересная, это на самом деле жизненно важно. Я вот по ходу письма буду, как бы сказать, комментировать свои отношения. Человечество или людей нарочно увели в сторону, чтобы они не занимались тем, чем они должны на самом деле заниматься. Они строят всё, что угодно, лужат на эту свою жизнь, и в результате ничего толком не имеют. Поэтому это важнейшая тема вообще-то. С первой частью про душу и дух я полностью такого же мнения. А вот со второй напишу, я так думаю, мы пришли в этот мир одни и уходим. А род, мужья, жёны, дети – это приходящие и от меня не совсем зависящие. Но тем не менее, через род мы также через семью приходим в этот мир. Поэтому вот эти вот связи, они всё-таки позволяют нам приобретать нужную информацию, нужные наработки в этой жизни. И всё так просто. И поэтому надо быть как-то, говорить большое спасибо своим родителям, своему роду. Если бы не было семьи, если бы не было семьи, то, грубо говоря, нас не было. Вот нет семьи – это не значит, что это хорошо. Наша задача, раз нам позволили воплотиться на эту землю, то следующие также духи ждут того, чтобы они через нас воплотились, через нашу семью. То есть вот тут вот это как-то надо понимать. Чем меньше тут привязок, тем быстрее выйдем отсюда, из этого колеса сансары, как там в Библии. Вот знаете, опять-таки, вот различные там привязки, быстрее выйдем из колеса сансары и так далее и тому подобное. Несколько, я считаю, несколько не то. Вот как-то вот это всё сказано, привязки, отвязки и так далее. Ясно и понятно это то, что человек к чему-то, ну, грубо говоря, как бы сказать, вот это моё, и я хочу это с собой забрать, это не получится. Но какое-то разумное отношение ко всему, ко всему, что здесь имеется, должно быть. Я уже говорил, что, смотрите, каждое животное, оно защищает свою среду обитания, свой, он говорит, место, местность, где оно кормится, не допуская там чужаков. Это для неё вот святое. Следует это относиться, грубо говоря, привязываться не следует, но как-то понимать всё это и заботиться о месте своего проживания. Надо или не надо, в конце концов. Конечно, надо. Ну, говорит, тема огромная, тут хочется и то, говорит, и то, говорит, и то, говорит, но дело не в том, что привязки и нам быстрее выйти. Я вот сейчас как раз вот видосик про Буду, и я на него буду ссылаться, как тут говорится. Что нам важно не так, как бы сказать, отсюда быстрее выйти, нам важно сделать во время нашей жизни наработки, которые бы мы с собой могли взять. То есть, вот эти все привязки, если какие-то материальные или ещё, это одно, но мы должны сделать нечто такое, что качественно нас сделает иными. Это очень важно понимать. Богатый никогда не попадёт в царство небесное, как не пролезет верблюд через иголи и ушко. Ну, это всё вот это говорят, знаете, это избитые фразы, вот этот богатый, там, бедный и так далее. И богатство, и бедность, это всё-таки не то, не то, для чего должен человек жить. И не для богатства, и не для бедности там. Ну, а вот для чего? А вот что такое царство небесное, это тоже вопрос. Это тоже так вот сказано, сказано, знаете, в общем. Хотя вот как раз Иисус Христос и говорил, царство небесное силой берётся. А где её взять, силу? А вот силу как раз мы и нарабатываем за свою жизнь. Это надо запомнить, если мы хотим попасть в иные миры и там полноценно существовать. По мне, так это наша жизнь здесь, как игра в дурачка. Из-за того, что людей вот так вот оболванили с самого начала, и всё давным-давно потерялось. Поэтому мы действительно играем тут в дурачка. У кого больше карт остается, тот и дурак. Подслушала это, конечно, не моя теория. То есть паспорт, ННР, свидетельство о рождении, всякие бумаги, надвижимое, недвижимое имущество. Чем больше их у вас, тем вероятно, что опять сюда вернётесь. Ну, это, знаете, вот, как бы сказать, вот, когда взрослому человеку на уровне яселек начинают объяснять некоторые вещи. Вот сюда вернётесь и так далее. А что вот именно должен сделать, на что положить свою жизнь, чтобы она, как бы сказать, вот, не была потрачена зря. Лично я всё раздала, отписала родственникам, что было на мне, из имущества, решила, будь что будет. А в эту игру играть мне уже неинтересно. Я уже всю разгадала. Ну, смотрите, вот что-то разгадали, что-то не разгадали. Что мы для себя разгадали, что мы вынесли из себя. Ладно. Хочу, чтобы моя искорка Творца улетела в другой мир, где творят красоту безвозмездно, потому что я её хочу творить. А вот смотрите, а вот для того, чтобы искорка Творца улетела в другой мир, она должна в этой жизни приобрести такие качества, наработать мощь, для того, чтобы смогла попасть в этот какой-то другой мир, в тот мир, который ты хочешь. Иначе, если у тебя нету соответствующих качеств, нету соответствующей наработки, нету соответствующей мощи, ты туда не попадёшь. Естественно, опять сюда для дальнейшей наработки. Уловили? Видите, как потихонечку мы из всего вот этого многообразия, как бы сказать, закруглили очень интересную мысль. Для чего здесь и почему опять здесь? А почему не туда, не в Царство Небесное, где там творит любовь, благодать и всё такое, красота? Значит, где всеобъемлющая любовь и отсутствует рабство? А мы тут сами сделали на своей планете, мы сделали рабство и не хотим с этим бороться. Мы отдали все права свои и ничего не требуем. И какие-то там дяди сидят, говорят, с высоких трибун и нам говорят, вот такие законы, вот тута, 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 пятая, десятая, третья, двадцатая. Мы можем даже с этим особо не соглашаться и так далее. А тут трага, бах, соглашались, мы две соглашались. Начинаются соответствующие действия и нас. Мне вот очень нравится старовой товар. Не хотите политикой заниматься? Тогда политика будет заниматься вами. И она занимается по полной программе. Так, дальше. Наша матрица может быть и красива. Ну, это уже, опять-таки, знаете, вот что-то как-то тут это самое, с какими-то словами, которые, в которые каждый что-то там свое там влаживает, какие-то там понятия. Вот. Но к полной красоте нас не допустит. И мы тут рабы. С рождения всем должны. А почему мы вот становимся рабами и с рождения всем должны? Вот знаете, я родился в простой семье. Где люди действительно работают. Работали там и дедушка, и бабушка, и мои родители, и сестра там, и жена, и так далее. И окружающие меня люди. Ну, я посмотрел. Слушай, ну, что-то не тем надо заниматься. Да, надо заниматься для того, чтобы у тебя было какое-то там пропитание. Но надо еще чем-то заниматься. То есть, одно дело кормить, содержать себя. Это малая часть. А все остальное, все остальное время, чем ты должен заниматься? Что ты должен нарабатывать для этого? Это я задаю вам вопрос. А вы сами на него ответьте. Удивляюсь, зачем я сюда попала? Вот, удивляемся, зачем я попала? Не так-то просто понять, зачем ты сюда попадаешь, в этот мир. И, опять-таки, для того, чтобы ты занимался самим собой. Жизнь – это твой главный проект. Есть разные проекты. Капитализм строим, бизнес строим, коммунизм строим, там, еще что-нибудь строим, там, и пятое-десятое. Но есть главный проект – это ты, это твоя жизнь. Что ты в ней сделаешь такое, чтобы это у тебя осталось? Одна мысль из любопытства – ну и опыт получить, и опыт получить. Вот помимо того, что мы получаем опыт, мы должны не столько опыт получить, мы должны тут, если так уж будем говорить, так потрудиться, что мы должны приобрести здесь некие наработки, которые усиливают нашу мощь. Мощь – это и знания, это и все, и наши возможности. Так что опыт тут для меня никчемный. Знаете, я ни в коем случае не хочу как-то вот сказать на этого человека, что ты там понял, не понял и так далее. Я сам был такой, сам был такой, понимаете. Очень трудно понять, для чего ты тут находишься, и вот эту вот, будем говорить, истинную суть постигнуть, и кучу ложных. Да, и то интересно, да, и это интересно, да, и пятое-десятое, и друг друга. А тут, оказывается, можно действительно приобрести какой-то никчемный опыт, то есть свою вот эту жизненную возможность жизни, ну просто-напросто, грубо говоря, как бы сказать, вот так вот профукать, и все. А можно сделать для себя огромную работу, нужную и важную, которую и мы должны сделать. И дальше она продолжает, не мое все это, не мое, ну хорошо, не мое, так не мое. И вот я вам попробовал ранее там рассказать о Будде. О Будде рассказать, что бы я сказал. Вот, в основном люди, которые там слышали о Будде, вот, как бы сказать, некая философия жизни, некие правила жизни и так далее, и того подобного. Правильно. Но вот, что бы хотелось мне особенно, особенно озвучить, вот из этого отрывка, сейчас будет слышно, я буду говорить, потому что тут авторские права сразу говорят. Итак, вот Буддак стремился к такому, будем говорить, к знанию, к такому знанию, которое бы освободило его и, и помимо освобождения оно кое-что дало, то есть к просветлению, ну будем так говорить, к просветлению. И при этом он, значит, переживал за там оставленную жену, за оставленную там ребенка и так далее, и так далее. То есть он, занимаясь, вроде бы как, вот этой вот, потратил 6 лет на медитации, на учительство, на занятия, внутренние, он понял, он ничего не достиг, не достиг. И вот для того, чтобы, будем говорить, в конце концов, как бы сказать, вот этого всего получить, он, значит, проявил решимость. Решимость бывает, как бы сказать, как градация, разная степень решимости. Вот примерно какую решимость он проявил. И он сказал, я не сдвинусь с этого места. Итак, видите, он сказал, для того, чтобы получить вот это вот знание, освободиться от всего, от всех этих мыслей, которые там терзают, которые делают его несчастным, вот он сказал себе, «Я сяду под это дерево и буду сидеть до тех пор, пока не получу, и не сдвинусь с места, пока не разрешу свою проблему». Значит, будет сидеть до тех пор, пока не разрешит свою проблему, что бы с ним ни было. Умрет, значит, умрет. То есть, вот такая должна быть решимость, если вы хотите какую-то задачу для себя решить. От вас ждут. А что вы готовы предложить взамен? Вот вы хотите, дайте мне, чтобы я тут, знаете, с помощью ума только раз, грубо говоря, слиток золота сделал, бриллиант сделал. «А что ты взамен дашь?» Это так, к примеру. Пусть моя кожа, кости и связки высохнут вместе со всем остальным телом. Вот видите, говорит, пусть все там мое, пусть я здесь скончаюсь, но получу желаемое. Либо, значит, не получу. Ну, вот такая решимость. Я приму это. Но я не сдвинусь с этого места, пока не достигну высшей и окончательной мудрости. Итак, он сказал, я не сдвинусь с этого места, пока не достигну высшей и окончательной мудрости. Вот какая решимость. Опять-таки, вот степень решимости. Я что-то надумал сделать. Да, тяжело. Ляжу-ка, я посплю. А, нет, я в компьютерную игру играю. А, еще что-то, а, еще что-то. Вдруг мара, об желаниях нет. И смотрите, вот тут интересно подчеркивается, человек, как бы сказать, насыщен, ну, это если вот эту область брать, как Будда говорит, насыщен разного рода желаниями. И вот эти желания постоянно толкают человека на то, на сё, на пятое, на десятое. Они ему не дают возможность действительно сосредоточиться, чтобы получить что-то такое, знаете, великое, нужное. Они его по мелочам. Ага, надо тут поесть. Ага, надо тут что-то зачесалось. Ага, надо музыку послушать. Ага, надо там походить. Ага, надо подышать. Ага, еще надо что-то сделать. Надо полюбоваться тем, надо полюбоваться этим. А там конфеты дают. А там на машинке прокатиться. А там еще что-то. Они не дают. А вот от всего этого, вот эта как раз решимость, как раз она отказывает вот этим всем желаниям. И как выражение всех этих желаний, вот божеству вот это вот Мара, царь всех этих желаний, вот он приходит, как же так? Так, я, мол, пользовался твоей жизненной энергией для того, чтобы вот ты постоянно удовлетворял желание. А раз ты удовлетворяешь желание, значит, ты удовлетворяешь меня. Ты суетись, и вся твоя суета вот эта вот приносит удовлетворение мне. А если ты сейчас обретешь нужное знание, ты от всего этого откажешься. Значит, я не буду получать своего. Это как-то надо разобраться с тобой. Вот решил он его воспитать. Под армией демонов Мары подразумеваются вот эти все суетные желания, которыми человек переполнен. И в итоге, как фишка, вот, зачем я здесь, почему я здесь, я ничего не выношу, потому что нету сосредоточения на главном. И в результате человек, знаете, распилился, он растекся по древу, не создав вот этот мощный стержневой поток, который делает, делает его. Так что вот эти вот войско, вот это вот желание пришло, искушать буду. И вот когда человек не реагирует на вот это вот все, то есть он не удовлетворяет. Он действительно начинает понимать, что это все не твое, это все не твое, это все не твое, не твое, это не надо. То оно теряет перед ним силу и значимость. А так действительно, надо там и паспорт получить, надо там и то получить, надо какую-то бумажку, надо туда походить, надо сюда походить, надо еще что-то делать, еще что-то делать. И вот так вот еще мир закрутился нарочно, для того, чтобы вот человек только и знал, что он что-то делал, работал, ел, платил. И вот этот круговорот. Мара – повелитель мира желаний, мира, в котором мы все живем. Эти индусы, как они это? Мара – повелитель мира желаний. Очень интересно. Уже тогда все это знали, понимали, что и что, и как, что через человека хотят вот эти все желания вылезти. И как бы сказать, это не просто желания, а это как своеобразные живые сущности, которые хотят удовлетворения, то есть своеобразного поклонения, которое им доставляет человек. Через человека, раз, ага, удовлетворить то-то, ага, удовлетворить это, ах, хорошо, ах, хорошо, ах, хорошо. Видите? Репу какую наел. И он испугался, что Сиддхарха после того, как обретет просветление, завоюет этот мир. Видите, здесь несколько не так сказано, завоюет этот мир. Он не то, что завоюет этот мир, он ему не нужен. А если эти желания не получают, как бы сказать, своего воплощения через человека, они просто-напросто, их ждет смерть. То есть они его оставят. Они не получают поклонения, своего рода энергии, и они отмирают. Поэтому они сразу говорят, а ты что, как это так? Это особенно хорошо, знаете, вот на голоде просматриваются, вот такие вот вещи начинают, так сказать, в ум приходить. А что такое, да хватит голодать, да уже пора, ты что тут, смотри, сейчас тут тепло, шашлычки, да там рыбалочка, да там еще что-нибудь, девчонки ходят. Творожка поешь, пивка попей и так далее, и тому подобное. Станет независимым от желаний, что он перевернет все вверх дном. Ну, тут они немножечко не так говорят, то есть люди недопонимают, перевернет вверх дном и так далее. Нет. Просто он откажется от них, и для них они не нужны. То есть желания, как своего рода, ну, будем говорить, тонкоматериальные сущности, они получают свое подкрепление тогда и упочнение, и жизнь, когда их повторяют. То есть их воспроизводит, воспроизводит, воспроизводит человек через свой ум, через свое тело, через свои вот эти вот действия. Он их укрепляет, но он свое расходует, понимаете, он расходует свою жизненную энергию, которую ему дал Господь, Бог, Творец. На его дело, на его дело какое-то, какое-то у человека собственное дело должно быть в этой жизни. А он его не делает. Послушаем дальше. Мара не сдавался. И послал трех своих дочерей соблюдать его. Ну, смотрите, будем говорить, как бы сказать, вот эти желания, у них там целая шкала желаний. Одно, допустим, дело там просто там поесть, а другое что-то вкусно поесть, получить какое-то удовлетворение, да. И тут, смотрите, одно из наиболее таких сильных удовлетворений, как бы сказать, в желании, это вот желание интимной близости. И, естественно, вот эти вот, это самые сильные вещи, сущности, будем говорить, которые, как бы сказать, вот устоишь ты или не устоишь. Они вроде бы, как бы сказать, человек и должен свой род продолжать, но с другой стороны, ты же не должен быть придатком к своим причиндалам и прочим-прочим, и только этим жить. То есть, все нас истощает. Везде должна быть мера, везде должна быть какая-то целесообразность. А тут вот лишь безбили. Да ты смотри, они сами идут, ты тут где-то бегал, гонялся, а никто на тебя внимания не обращал. А тут смотри, они обращают внимания. Давай быстрее пользоваться, что ты. Когда он борется с Марой, он борется со своими собственными разрушительными силами. Но он не воин, пытающийся одолеть эти силы. Он обрел свою способность внимания, баланса и принятия. Человек научился контролировать себя. И вот эти желания, это знаете, как вот вы в свой дом пустили кучу гостей. Вы хозяин? Позвали этих гостей или они сами там приперлись? И они начинают тут вами помыкать. Вот это сделай, вот то сделай. Хозяин вина. Хозяин, убери, я тут что-то, где тут туалет, где там еще что-то там. А вот это, вот то, развесели нас и так далее, и тому подобное. А тут вы даете им четко понять, кто в доме хозяин. Так, а ну-ка, давайте-ка, очистите мой дом и не бузите. Без эмоций. Вот что у нас и вызывает действительно волнение, вот разного рода желания, они вызывают дальше волнение, то есть в переводе эмоции вызывают, то есть энергетические флуктуации, энергетические возмущения, которые опять-таки, что? Все это базируется на нашей с вами жизненной энергии. Любая мысль, которая пришла, это вроде она пришла, как бы сказать, там, что-то там со стороны, она требует обслуги, чтобы на нее обратили внимание, чтобы, значит, ее начали воплощать, чтобы ее начали обслуживать. А ты думаешь, а надо мне это или не надо? Какие мысли пропустить, какие мне нужны лично, а какие нет? Чтобы я был у себя хозяев. И чтобы вот эти вот гости, которые вроде бы пришли, они стали моими слугами, а не я им служил. Это важно. Вот это ты делай, вот это ты делай. И так, знай свое место, иначе я счастливу тебя. Четливо осознавая все вокруг. Вот видите, осознавая все вокруг. То есть, когда у человека ум спокоен, он сам контролирует работу своего ума, то есть он контролирует, что там у него, грубо говоря, на чердаке там творится, то, естественно, он спокоен, он наблюдает, он... Это совершенно иное состояние. Нежели когда тут у тебя все эти желания, побуждения и прочее поднимают какую-то бучу. Он разочаровал Мару. Сидарто не поддался, не найден соблазн, придуманный Мару. Вот видите, соблазны, 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 соблазны. Кругом соблазны, то есть желания и соблазны. Вот это то, а почему я это не имею, а почему то, а почему это, а почему пятое, а почему десятое. И уже все это делает наше сознание неспокойным. Внутри нету покоя. Раз нету покоя, у нас вся эта энергетика расшатана. Энергетика расшатана, значит, работает эндокринная система. Чего там больше, чего там меньше. Вот в итоге это все передается и на мышцы. Здесь спазм, здесь расслабление. Все работает не так, как хотелось бы. И теперь, теперь я обращаю ваше внимание вот на это. Именно что последнее испытание? Что? Что? В чем заключается вот смысл того, что проделал Будда? Так сказать, квинтэссенция. Мара потребует указать, кто может подтвердить, что Сиддхарха был достоин высшей мудрости. Ага. Видите? То есть вот эти вот сущности наши, желания и прочее, 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 они, как бы сказать, делают предъяву. Делают предъяву, будем говорить, на человека, насколько он может им противостоять. Есть ли у него сила для этого? Это очень важно. Есть ли у него сила для этого или нет? Чем ты докажешь, что, будем говорить, ты там сильнее настал? Чем там докажешь? Ну-ка послушаем. И вся дьявольская армия Мары поднялась. Все эти эмоции, все эти вот, знаете, желания, вся эта требуха, которая тут есть, я говорю, к окружающему миру надо относиться очень избирательно и с пониманием, как к инструментам, вот это мне сейчас надо, вот это не надо. А не то, что они навалились гуртом, и ты только и знаешь тут, пашешь на все эти желания. Он упустил руку, щекоснулся земли, и так задрожало. Демоны Мары разбежались. Вот, вот, то есть когда человек наработал в себе сил, той, которой у него не было, ту, которую ранее у него отнимали вот эти все желания, вот эти вот мыслишки, вот эта вся эта суета, она просто его раздербалила, когда он стал цельным и показал им свою силу, что земля задрожала. Вот тогда они-то и разбежались. И теперь, теперь мы подведем итог вот этому. Так что опыт у меня тут никчемный. Да не опыт надо наработать, а надо наработать мощь вообще-то. Не просто опыт какой-то там приобрести, там все. А нам дается возможность в течение жизни наработать мощь, получить особое знание. Вот для этого нам и дается жизнь. Но пока мы до всего этого дойдем, для того, чтобы наработать, вот, понять, что можно-то, наработать мощь, можно с помощью ума там творить очень интересные вещи, как с помощью этого, нас используют как хотят. Начиная от вот этих вот разного рода желаний, которыми нужные людишки манипулируют свою эту самую, и затягивают нас в сети, и мы там действительно становимся рабами. И в основном рабами своих привычек, рабами того, что мы не понимаем своего величия, рабами того, что мы отдали свою значимость, свои судьбы, решать каким-то другим людям, у которых свои там планы, и которые просто-напросто нас используют как расходный материал. Вот на этом я и закруглюсь.